Безмолвный свидетель времени. Барометр или по-старому погодник сегодня, как и век назад, продолжает нести службу, определяет давление, выдает прогноз погоды. Изготовленный в 1898 году на русско-балтийском вагонном заводе, он мало чем отличался от приборов того времени. Но никто не мог и предположить тогда, какая необычная судьба его ждет. Эта история началась в далеком 1907 году. Иоанн Матвеевич Штыгашев, матурский православный миссионер и предок председателя Верховного Совета Владимира Штыгашева, при освещении нового здания Христо-Рождественского храма в Таштыпе подарил барометр. В стенах церкви прибор и находился вплоть до 1945 года, пока сам храм не взорвали. Сегодня в Таштыпском архиве сохранилась единственная уникальная фотография церкви. Храм и в те времена, и сейчас поражает красотой и величием. Он и вандалом сдался далеко не сразу. Мой отец мне рассказывал, церковь взрывали в 1945 году. Это моему отцу было 6 лет. Они ребятишками бегали сюда, они смотрели церковь, взрывали три дня. То есть, вернее, три раза они не могли ее даже взорвать. Она была так хорошо сделана. Там основа была на яйцах. Конечно, старики плакали. Мысль возродить, если не храм, то хотя бы часовню на исконном месте появилась у самих сельчан. Ее и строили всем миром на пожертвования рядовых жителей и предпринимателей. Строительство часовни, конечно, это для населения вообще в целом района, также села. Это было значительное событие, потому как особенно, наверное, для тех верующих людей, у которых в памяти было здание старой церкви. Об этом много в печати было. Да, были времена, когда об этом молчали. Но в любом разе было определенное мнение у населения о том, что необходимо возрождать церковь. А барометр тем временем спокойно ждал своего часа. На протяжении последних 70 лет прибор находился в здании, где есть сегодня правительство и Верховный совет. В 1945-м сотрудники НКВД передали его как доказательство уничтожения церкви местному первому секретарю Компартии. Владимир Штыгашев узнал о необычном барометре только в 1971 году, а с 1991-го раритет украшал кабинет председателя Верховного совета Хакассии. После возведения новой часовни решение вернуть реликвию на исконное место стало логичным. Историческое событие произошло в ходе рабочей поездки в Таштыбский район на глазах подрастающего поколения. Выпускников школы номер один, которых председатель Верховного совета поздравил с окончанием школы. Традиции, которые председатель Верховного совета поздравил с окончанием школы. Это очень важно. Господь будет председатель Верховного совета. До того, как бы, наверное, глубина, то, что вот где-то, ну, по крайней мере, то, что вот этот барометр, такой путь прошел, да, и по большому счету, наверное, вот, наверное, и Рот Штыгашев в этом, как-то он из этого круга не вышел. И то, что вот, понятно, что это, наверное, и символично, то, что вот именно, как бы, он вернулся на то место и в тот, скажем, как бы, духовный храм. Ну, это, наверное, все здорово. Вообще, это шаг Владимира Николаевича, конечно, очень хороший. Я думаю, что то, что было когда-то на этой территории, оно вернулось, это такая историческая справедливость. И отношение к этому народу, народа, наверное, к этому поступку очень хорошее, потому что, ну, часовню строили всем миром. Барометр занял свое законное место в алтарной части. Он скрыт от глаз прихожан и все так же наблюдает за изменениями погоды, за течением времени, за ходом истории. Безмолвный свидетель сегодня, как и век назад, продолжает нести свою службу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова